Всем здравствуйте. Я вижу очень много знакомых лиц, которые знаю лично, рады с вами со старыми каталогами. Хотела сказать несколько слов сначала о себе. Меня зовут Ирина Смин. Я закрыла действительно сертификацию директора, в том числе и благодаря работе как раз со старыми каталогами. Расскажу, каким образом у меня в команде осуществляется эта самая работа. Прежде всего, когда я стала эту работу, мы разработали листовку, которую мы клеим на каталог для того, чтобы, так говоря, привлекать либо новых клиентов, либо новых консультантов. Чего нам еще? Толос, книжек. Соответственно, листовки работают разные. У нас очень часто проходят различные акции рекрутинговые. Соответственно, на наших листовках мы пишем эти условия. Соответственно, сделай заказ на сколько-то рублей, допустим, и получи бесплатную дисконтную карту и подарок. У нас часто дают какие-то подарки. Это первый вариант. Второй вариант. Если акции никакой нет, допустим, то каталоги мы все равно раздаем. И, может быть, такого рода, кстати, поскольку, в принципе, нас интересуют как и консультанты, так и клиенты, то есть, чтобы раздача каталогов она не была пустой, то у нас на листовках обычно несколько вариантов, которые может привлечь человек. Это либо доставка заказа. Мы пишем то, что мы доставляем быстро. И как раз очень часто люди удивляются, что мы можем так быстро доставить заказ. То есть, мы не ждем неделю или полторы, мы доставляем заказ, если это есть возможность, на следующий день, либо через день. Это клиенты очень ценят. Это если ориентация на клиента. Либо мы предлагаем оформление дисконтной карты. И третий пункт – это работа-подработка. Бизнес мы не пишем. Это мы уже приличные встречи обсуждаем. На моих каталогах, на каталогах моих консультантов у нас есть похожее, что Лиза говорила, по поводу подарков. То есть, у нас заказ от 1000 рублей. У нас написано следующее фраза, возможно, вам понравится. При заказе от 1000 рублей у нас написано подарок, комплимент. Так же, как Лиза говорила, мы дарим продукт. То есть, если очень удобно заказать набор кремов, крем мечты, я думаю, что все знают. Его стоимость – 299 рублей. Там 20 тюбиков крема, которые в итоге по 15 рублей стоят. И очень удобно их дарить людям. То есть, маленький крем, который нужен каждой девушке в сумочке. Либо мылом, да, тоже мы его дарим. Соответственно, значит, мы подготовились, каталоги мы все оформили, сделали на них наклейки. Затем наступает самый ответственный момент – это выход народ, выход людям. Рекомендую, кто раньше никогда не раздавал каталоги, делать это не одному. То есть, обычно мы выходим вдвоем. Берем пачку каталогов. Пачка 25 штук, да, вы знаете. Соответственно, меньше раздавать, ну, просто нет смысла. У нас статистика именно отработана на это количество каталогов. Идем мы вдвоем, естественно, в людное место. Нам нас людям нужно идти. У нас это людное место около метро, да, в Санкт-Петербурге кто живет. Мы работаем, в частности, около метро Восстания, недалеко от нашего любимого отбора. Соответственно, делаем наклейки, идем вдвоем. Вдвоем идти легче, я думаю, вы все знаете об этом. Особенно, если показать тикольный лист. Сейчас, секундочку. Могу показать. Вот это наклейка. Там, наверное, сейчас будет не видно. Ну, как бы, если будет интересно, я потом еще раз все прочитаю, что у меня написано. Есть несколько вариантов. Значит, мы идем вдвоем. Для чего? Если, как бы, человек новый, боится, да, страшно, что там люди, да, чего посмотрят, скажут, да. То есть, и со своими новичками я именно так работаю, потому что, ну, раздавать каталоги, это на самом деле не страшно. Мы раздаем их следующим образом. Мы стоим на дороге какой-нибудь, где ходят люди. Один консультант с одной стороны, другой с другой. Мы видим друг друга, поддерживаем, улыбаемся. И в то же время поток людей, который идет, он мимо нас никуда не денется. Он либо у меня, либо у другого человека возьмет каталог. Мы протягиваем каталог, собственно говоря, каждый, кто хочет, может его взять. Это каталоги старого, ну, то есть, прошедшего периода. Обычно мы берем 25 таких каталогов. Нет, на каждого, Вика, на каждого берем по 25 каталогов. Вот, сейчас все расскажу. Соответственно, и несколько каталогов текущего периода. В руках у нас каталог, который уже закончился, с нашей наклейкой. Мы его протягиваем людям. Если человек хочет, он его берет. Значит, каким образом, мы работали по-разному, но вот сейчас работаем именно так. Если человек берет его и уходит, и, то есть, как бы, я вдогонку за ним не бегу и не говорю, оставьте мне там свой телефон, хочу, не хочу, там что-то. То есть, каталог отдается с легкостью, потому что, во-первых, он предыдущего периода, мне его уже не так жалко потерять. Во-вторых, если человек не хочет общаться, то, если я к нему, грубо говоря, присканула, от этого он не захочет со мной общаться больше. Соответственно, ну, как бы, по нашей статистике, я никакие празы не говорю, я просто протягиваю каталог. Все желающие, они его берут. Там есть информация на листе, в значительном листе. Важно не заклеить номер каталога, который, ну, собственно говоря, у вас сейчас есть. Я потом объясню, почему это, что я спрашиваю у людей, когда они звонят. Значит, раздаю каталог. По статистике, когда мы раздаем 25 каталогов, все равно находятся желающие, которые видят Арифлейм, и они хотят поговорить. То есть, они подходят сразу сами и задают какие-то вопросы. Либо они берут каталог у вас и не отходят, они стоят просто и ждут уже от вас какой-то реакции. Они уже опытные, наверное, к ним раньше уже кто-то подходил, спросил телефон и так далее. То есть, теми людьми, которые остановились, смотрят каталог, тогда я уже говорю, вы что-то конкретное ищите. То есть, они бывают иногда судорожные, начинают его листать, потому что боятся, что я его у них отберу. Вот, человек говорит, да, что, либо он знает, что он ищет, да, то есть, я хочу тушь, я хочу туалетную воду, и мы с ним уже разговариваем конкретно по каталогу. Естественно, мы знаем, где что у нас там находится, быстро находим. Вот, если он сразу же готов сделать заказ, то, собственно говоря, мы его принимаем, тогда я беру, естественно, у человека телефон, чтобы могла ему перезвонить. Но, как бы, не забываем, что в руках у нас старый каталог, когда происходит момент, что человек что-то ищет, в этот момент я ему говорю. Вы знаете, как бы, у вас в руках рекламный каталог, соответственно, давайте так, я вам дам сейчас текущий, достаю из своей пачки текущий каталог, и мы уже просто, что он хочет. А они спрашивают, а что это, один, там, другой каталог? Бывают такие вопросы, я всем просто честно говорю. Вы знаете, те, кто останавливаются и со мной разговаривают, я им даю текущий каталог. Кто не останавливается, я им отдаю каталоги рекламные. То есть, как бы, спокойно все, как есть, и объясняю. Думаю, нормально, на это реагируют. Соответственно, обычно, ну, человека два, вот из вот этих этих флоков, которые берут, они останавливаются и сами хотят с вами говорить. То есть, у них я беру телеспоры. Те, кто не остановились, ну, взяли мой каталог, это не значит, что им вообще ничего не интересно. Да, то есть, как бы, они звонят. Вот статистика по нашей группе такова, раздав 25 каталогов, мы получаем два звонка. То есть, это могут быть либо два клиента, да, выход с раздачи, два контакта. Да, то есть, и контакта уже не с моей стороны, а по стороне людей, которые взяли каталоги. Они звонят. Мне сначала было тоже удивительно, но это действительно так. Они звонят. Вот. И что касается старых каталогов, да, там все волноваются, что же, как же мы сзади. Так, я сейчас все отвечу по порядку, да. Да, что старый каталог, волноваться совершенно не нужно, потому что, ну, честно говоря, каталоги, которые мы раздаем, они не древнего, там, какого-то 90-го года, да. То есть, это каталоги все равно этого года. То есть, продукты зачастую повторяются, да, там могут цены меняться, а вот главное спокойно отвечать на этот звонок. Вам звонит человек и говорит, вот у меня ваш каталог, я хочу сделать заказ. Я говорю, хорошо, замечательно, каталог у вас в руках сейчас, мне говорят, да, допустим, в руках. Я говорю, посмотрите, пожалуйста, в правом верхнем углу, как каталогу, на письме. Они все смотрят, говорят, ну, я вот, например, каталог номер 6. Я говорю, хорошо, замечательно. Дело в том, что у вас в руках рекламный каталог. Сейчас уже начался действовать номер 7. Давайте так, я проверю, что вы хотите заказать, посмотрю, какие цены на эту продукцию сейчас, и вам перезвоню. То есть, я все записываю, что мне говорит человек. Очень часто, ну, скажем, если товар, как бы, совпадает, да, либо продукция идет без скидки, такое тоже бывает. Значит, тут есть несколько вариантов. Я отзваниваю человеку, честно говорю, что то, что он хочет заказать в этом каталоге, то есть какую-то цену, да, то есть, допустим, больше. Кстати, очень многие люди согласны покупать продукцию и по цене без скидки. То есть, это у нас в голове какие-то там вопросы, что все хотят только бы подешевле. На самом деле это не так. Они готовы иногда покупать продукцию за полную стоимость. Либо, у меня же в руках и у вас тоже, да, сразу же текущий следующий каталог. Я проверяю в следующем каталоге, допустим, сколько стоит эта продукция. Может быть, она в следующем, а каталог там через неделю позакончится, начнем с следующим, я могу ему заказать уже из следующего каталога. Либо третий вариант, да, то есть, если мне человек делает большой-большой заказ, то и один продукт из этого, ну, самый дорогой, он идет без скидки. У меня как консультанта, который делает 150 баллов и больше, есть возможность заказывать за 50-процентную стоимость. Я иногда иду на встречу человеку, я ему не говорю, что продукция сейчас идет без скидки, а заказываю по той, ну, отдаю ему по той цене, которая была в прошлом каталоге. Я сама использую 50-процентную скидку, то есть, ну, как бы, тоже как вариант. Что касается того, что не выкупают заказы, ну, как бы, статистика, у меня нормальные заказы выкупают. Ну, конечно, теоретически такое может быть, но я думаю, вот у меня не было. Да, то есть, это, как бы, не зависит, мне кажется, от того, где вы отдали каталог. И какой каталог, это может случиться, ну, в принципе, с любым человеком. Соответственно, дальше, я все записываю, говорю, что я сделаю заказ и получу его. И говорю, два дня, когда я могу доставить, ну, на всякий случай, то мало ли я не смогу. Говорю, я вот сделаю заказ, я его получу в среду, либо в четверг, когда вам будет удобнее доставить. Также я, как бы, это мое правило, я не езжу никуда за клиентами в разные концы города. Мы работаем в центре, и здесь же в центре я отдаю каталог, ой, заказы, там же, где, собственно говоря, я каталог и вручила. То есть, я без вас, ну, как бы, не спрашиваю, куда вам подвезти. Я говорю, хорошо, я заставлю вам заказ, на площади восстания вы, ну, когда вам удобнее будет, в среду, либо в четверг подъехать. То есть, человек мне уже говорит, да, я на восстание подъеду тогда-то или тогда-то, потому что мне нет времени тратить и ездить, например, из одного конца города в другой. Вот, если вы людям сразу же говорите, вот, как бы, такие условия, они соглашаются, то есть, они не думают, можно ли приехать в какой-то другой район. Но если уж совсем как-то там не складывается, да, я могу предложить человеку за другой станцией метро, где я живу. То есть, ну, либо там, либо там. Да, ну, в основном они соглашаются, потому что мы работаем в центре города, и здесь все равно раз в неделю, ну, как бы, если они уже здесь были раз, то, скорее всего, они до сюда доедут. Вот, соответственно, там сейчас вопросы поступили, давайте я отвечу, чтобы уже не... Так, заказ смешный. Нет, ну, как бы, трубку у меня берут, такого не было, чтобы не брали. Когда я заказ делаю, вот, как бы, сразу, поэтому я не перезвоню, я сразу договариваюсь с человеком, ну, двоих-два дня, когда я этот заказ могу доставить. И когда я его получаю, я человеку звоню и говорю, что вот, я заказ наш получила, давайте уже сейчас точно тогда определим, что в среду или в четверг мы с вами встречаемся, во столько-то, во столько-то. То есть, в принципе, как бы, у нас статистика такая, да, другой вариант развития событий, это я вам рассказала про клиентов, да, ну, меня больше интересуют консультанты, да, потому что клиент это хорошо, а консультанты это лучше, соответственно. У меня, вот, на листовке, которая приклеена, есть информация о том, что, ну, как бы, можно получить дисконтную карту. Иногда люди сами спрашивают у меня, что это такое, хочу получить дисконтную карту, я им тогда, ну, как бы, объясняю порядок действий, если так, поговорим, о какой сумме им нужно сделать заказ для того, чтобы оформить дисконтную карту. Я предлагаю им подъехать в Офис, потому что там я могу с ними пообщаться, и зачастую люди подъезжают, потому что они где-то здесь бывают. Я работаю рядом с офисом, и люди, которые здесь ходят, они где-то рядом, собственно говоря, живут или работают. Соответственно, если человек у меня не спрашивает про скидку, там, возможно, работы или подработки, которые у меня представлены, я по телефону им это сама не предлагаю, потому что я считаю, что человек это прочитал, если ему это сейчас не интересно, я по телефону им что-то, ну, как бы, еще дополнительное предлагать не буду. Я им доставлю заказ, и уже при встрече, я же не знаю, что это за человек, да, то есть, когда я ему дала каталог, но я же не запомнила, то есть, у меня при встрече и отдаче заказов есть возможность с ним познакомиться, посмотреть, что это, кто это, да, и если контакт установлен, да, то есть, я могу ему предложить оформить дисконтную карту, могу через, как бы, заказ. Тут уже, ну, вы смотрите по ситуации, как обычно, вы же, ну, думаю, грамотные люди, вот, но, как бы, такие предложения я делаю. Бывает так, что человек говорит, вы знаете, сейчас, ну, как бы, я не буду оформлять, ну, не знаю, надо, там, не надо, я говорю всем всегда так, вы знаете, как бы, давайте так договоримся. У нас есть возможность оформления дисконтной карты, когда вам это будет интересно, вы мне сами честно скажете, Ирина, я готова эту карту, которую вы мне предлагали, ее, наконец-то, оформить. Вот, соответственно, и время от времени я своим клиентам предлагаю оформление дисконтной карты. Вот, есть люди, соответственно, которым это интересно, тогда мы в офисе все это обсуждаем, я им рассказываю о всех возможностях компании Replay, предлагаю работу, подработку, и, как бы, все уже рассказываю в полном объеме. Таким образом, у нас в команде появилось много консультантов, потому что люди, многие сразу готовы, собственно говоря, начать действовать. Они ищут работу, они хотят денег, то есть, не забыть девочки соврать, тут есть мои консультанты, что мы очень много народу прямо от метро водили в офис и, собственно говоря, регистрировали и начинали работать. Что касается там полгода, я что-то пропустила, кто-то говорил, что полгода работал и не было никакого результата. Ну, вы знаете, скажу так, иногда люди говорят, что они работают, но это не ежедневные действия. Мой результат был такой, я работала с каталогами каждый день, 25 каталогов я раздавала с понедельника по пятницу каждый день, минимум пачка. Соответственно, если это дело действительно так, ну, как бы каждый день, тогда будет хорошая статистика. Если вы раздали один раз пачку каталогов, потом через месяц или через неделю, это не работает. Статистика работает на больших числах. Поэтому, честно, я не поверю. Если вы раздавали каждый день каталоги и у вас ничего не получилось, ну, такого просто не может быть. Просто будьте честны сама с собой, как бы подумайте, было ли это действительно так. Потому что, как бы, результат, он всегда будет. Вот. В моей группе 25 каталогов, это два контакта. Либо два клиента, либо два консультанта, либо один на один. Вот. Не все эти люди, которые были клиентами, они остаются, но, тем не менее, я каждый день выхожу с пачкой каталогов. Если не они, то другие люди, собственно говоря, которых я найду. Вот. Соответственно, заказ со скидкой. Если, вот, спрашивает Светлана, если человек соглашается оформить карту, вы продаете ему заказ со скидкой? Нет, если он уже у меня, ну, как бы, купил продукцию, то, нет, никакой скидки я ему не сделаю. Если он, ну, как бы, сразу же готов оформить дискордную карту, то тогда мы его заказ оформляем со скидкой. Что касается скидки, тут надо быть очень осторожным, потому что, ну, если вы один раз какому-то клиенту сделали скидку, то потом последующие заказы без скидки он у вас брать не будет. Это проверено 150 раз. Поэтому, либо это клиент, либо это консультант. То есть, как бы, в этом смысле надо с людьми достаточно, ну, как бы, сразу понимать и четко это объяснять, да. Потому что, как бы, только дайте скидку, скидку, прайсам 10%, то, как бы, они будут требовать ее постоянно. Да, поток, значит, потока людей нет. В смысле, нет в вашем городе, нет места, где люди ходят. Поток. А, это не про меня. А, у них нет метро. Не, ну, я думаю, что у вас есть какие-то другие людные места. Это, в принципе, не принципиально. Я просто рассказываю, как мы работаем. Я думаю, что у нас есть метро, ну, в принципе, неважно, я думаю, есть какие-то другие у вас, густонаселенные улицы. Вот. Соответственно, что касается... У вас разовые заказы? А? У вас разовые заказы? У вас разовые заказы? Ну, я думаю, что не так же, как и у других людей. Просто я среди этих клиентов ищу себе консультантов. Если я с человеком контакт не устанавливаю, я иногда отказываюсь даже от клиентов. Потому что, как бы, нет смысла, ну, тратить свое время, там, энергию, если мне делают небольшой заказ, ну, как бы, и мне неудобно, там, по каким-то причинам, то я отказываюсь от таких людей. И, как бы, и своих консультантов учу ценить свое время, чтобы мои консультанты также обладали собственным достоинством и понимали, что мы людям ничего плохого не предлагаем. Мы предлагаем им сервис, хорошую продукцию, соответственно, мы, как бы, должны себя вести, соответственно. Что касается, как бы, еще хотела добавить, как мы выходим в метро. То есть мы не выходим, там, в шапочках, курточках, арифлейм, ну, как-то у меня в команде по-другому принято одеваться. То есть мы нормально, красиво одеваемся и идем к метро. Поскольку мы должны отличаться от тех людей, которые раздают листовки, да, то есть выглядеть как-то особенно. Вот. И к нам очень часто подходят, спрашивают, вы такие все красивые стоите и раздаются каталоги, зачем вы это делаете? Вот. В какое время я раздаю каталоги, вы знаете, в принципе, это не имеет значения. Потому что в одно время ходят одни люди, да, допустим, днем. Люди ходят, там, более вальяжно, у них есть время, они готовы даже, там, пообщаться. Вечером идет поток людей, им общаться уже некогда, они стали идти с работы, они хватают каталоги и бегут. То есть, в принципе, это не имеет значения, да, то есть разные люди ходят в разное время. Поэтому нам нужны все. Когда вот у нас по плану запланировано, тогда мы идем, раздаем. Да, на этой беже с норковых шубок зимой. Да, мы хорошо выглядим, входим в норковых шубок зимой, раздаем каталоги, создаем вот такой хороший, соответственно, вид компании Replay. Каталоги раздаем в одном и том же месте, да, потому что мы работаем рядом с офисом, поэтому здесь и раздаем. Также хочу сказать, что каталоги мы раздавали в любую погоду, и когда мы шли их раздавать, даже если был дождь, снег, он прекращался на то время, пока мы раздаем каталоги. На самом деле 25 каталогов раздать не требует очень сильно много времени. Поэтому это делается быстро, и приносит хороший результат. Но как бы я повторю, что мы это делали ежедневно, в течение приличного количества времени, да, то есть если, как бы, восстановить хронологию событий, я начала это делать с сентября прошлого года, и, соответственно, с сентября прошлого года, на тот момент я в компании была менеджером 12%, то есть у меня тут даже есть распечатка, 12%, соответственно, далее вот мы раздавали каталоги, и вот я закрыла знания директора. Но делала это каждый день. Сколько времени? Ну, вот посчитайте, с сентября, то есть в 16-м каталоге я открыла директора. В сентябре это, по-моему, 13-й каталог. Ну, то есть 4 месяца, даже меньше, да. Это ежедневная работа. Насыщенности людей каталогами? Нет, не бывает. Нет, у меня не бывает такого ощущения, потому что на одной раздаче каталогов за 4 месяца директ. Нет, ну, безусловно, я делала и другие вещи. Раздача каталогов, это у меня был метод рекрутирования и увеличения продаж в моей группе. То есть я, конечно, не могу похвастаться такими заоблачными баллами, как вот Лизавета говорила, да, но у меня вот как бы по баку, если смотреть, база активных инсультантов, то у меня средний закат по моей группе это 150 баллов. То есть я тоже считаю, что он достаточно высокий, потому что у меня, ну, как бы база активных инсультантов, она, ну, большая, да, то есть средний балл получается высокий. Вот. Потому что люди, когда они приходят, да, то есть мы дальше же с ними общаемся, и у меня в команде принято делать не менее 250 баллов. Когда ко мне приходит новичок, я ему рассказываю про, ну, как бы про все возможности, говорю, если вы хотите работать, там подрабатывать, то необходимо делать 250 баллов и больше. И все, собственно говоря, легкостью это делают. У Лизы делают и больше. Поэтому, что тут говори. Даже не знали про реклейм? Так. А вы просто задавали вопрос, у вас нет ощущения, что с того, что вы себе насыщили? Нет, нет, ну, как бы такого не можно быть. Да, бывают люди наоборот, говорят, о, как здорово, реклейм, и мы вас так искали, там, вот у нас был консультант, пропал консультант еще там по каким-то причинам, там, уехал, вот. Проговори, пожалуйста, листовку. Ну, хорошо, давайте я проговорю. У меня вот есть сейчас с тобой такая листовка. Значит, быстрая бесплатная доставка заказов по каталогу, дисконтная карта, так сказать, 18%, дополнительный доход и бесплатный мастер-класс знакомства с продукцией. Подарок-комплимент каждому позвонившему. Вот это последнее, что я, как бы, печатала. Вот, очень многие звонили, говорили, мы хотим подарок-комплимент. Звонили мужчины и говорили, говорите мне комплимент. Было очень смешно. Допустим. Как бы, подарок-комплимент, я, безусловно, его вкладываю в первый заказ, даже если он не тысяча рублей, а меньше. Потому что, ну, как бы, я считаю, что клиенту это очень важно, что его как-то отметили. Они потом делают очень хорошие заказы. У меня средний. А, еще раз. А, записывай. Хорошо. Значит, быстрая и бесплатная доставка заказов по каталогу, дисконтная карта с откидкой от 18% дополнительный доход и бесплатный мастер-класс в пире знакомства с продукцией. Дальше мне написано «Звоните мой телефон» и внизу в подарок-комплимент каждому позвонившему. Вот. Это один вариант листовки и другой вариант листовки. Могу его тоже зачитать. Ваш консультант реклейм Ирина телефон какой-то. Первое. Консультирую по продукции. Заказ по телефону приветствуется. При заказе от 1000 рублей подарок-комплимент. И еще предлагаю работу-подработку. Так. Подарок-комплимент у вас не требует подарка без заказа. Ну, смотрите, как бы, подарка без заказа они не требуют, но для меня это лишний повод встретиться с человеком. Я говорю, что, вы знаете, подарки, конечно, я вам дам. И подарки у нас выдаются в центральном офисе. Пожалуйста, приходите, я вам отдам подарок. Я же его не буду на улицу с тобой таскать. Все эти подарки. То есть, если человек приходит на встречу, то, естественно, он узнает всю информацию по компанию реклейма и сделает уже свой выбор правильный. А я не думаю, что кто-то выдает подарки просто так и под полой где-то едет куда-то. То есть, это обычное явление. Воздух приглашать человека, с ним уже беседовать, ну, и подарить подарок. И сколько это ваша резинка к каждому индивидуальному. А, так. Так, ну, это все, да? В принципе, ну, как бы, это основное, что я хотела сказать. То есть, старые каталоги для раздачи каталогов. Я начинала с того, что мы ходили вдвоем, раздавали каталоги. Пятером, ну, то есть, как бы сейчас у меня уже достаточно большая команда. То есть, пять человек мы ходим обычно, просто больше у метро нет смысла вставать. Оно уже не резиново. Вот. Соответственно, как бы лучше начинать с двоих человек. Да? И это очень хороший метод для того, чтобы, ну, новичку показать. Потому что это легко. Тут не требуется каких-то, ну, определенных навыков. Есть еще методы, как мы работаем, когда уже человек более подготовленный. Это активный контакт. Но я, может быть, как-нибудь в следующий раз об этом расскажу. Вот. А так, рекомендую вам раздавать каталоги каждый день, не менее чем 25 штук, и у вас все получится. Потом мне напишите, расскажете, как было. Спасибо всем. Ирина, спасибо огромное. У нас вопросы, огромное количество вопросов к нашим спикерам, поэтому немножко мы, получается, чуть-чуть задержимся, где-то еще на 15-20 минут, но я не думаю, что это будет больше. Да, еще раз обращаю внимание, мы говорим о каталогах. Безусловно, это не единственный способ развития структуры, но это очень важный акцент в работе. И буквально недавно у нас приезжал лидер из города Москвы и рассказывал о том, как она работает. Это Гюзель Люманова. Я просто... Она не будет сегодня выступать, я просто хотела показать один слайд из ее презентации, в котором говорится, что раздача каталогов это именно один из основных методов, это буквально вторым пунктом выделено у нее в списке после списка знакомых. И действительно, это дает возможности и расти, и развиваться. Потому что Гюзель, она закрыла и старшего директора, и золотого директора, и именно благодаря акценте в работе с каталогом. Очень много... Я читаю просто те вопросы, которые вы задаете. И первое, что я хотела бы просто от себя добавить. Все правда, во что вы верите. Идея... Ну, вы только должны единственное сами выбрать, во что верите, что вам это дает. Потому что не может быть никакой населенный пункт перенасыщен каталогами. И я могу за это дать вот руку на отсечение, потому что я четко знаю, сколько в России продается каталогов и выпускается. И, к сожалению, на то количество даже базы активных консультантов, которые у нас существуют, у нас покупается мало каталогов. И есть четкая статистика, что те структуры, которые растут и развиваются, они покупают основное количество каталогов. Те структуры, которые не развиваются, они их практически не покупают. Поэтому перенасытить, чтобы нам перенасытить, я думаю, что нам нужно увеличить потребление и работу с каталогом где-то в 6 раз в среднем. И то, что значит, это только для того, чтобы каталог Арифлейм увидел хотя бы каждый, хотя бы один раз в год. То есть это не перенасытить, а просто показать. Я думаю, что вы знаете статистику о том, что, например, чтобы человек принял решение, например, о том же заказе или о том, чтобы к вам обратиться за какой-то консультацией или стать консультантом и того, ему нужно 5-7 раз услышать одну и ту же информацию в разном виде. Например, увидеть тот же самый каталог, старый или новый. Безусловно, лучший новый каталог. Почему мы начали именно с этого? Потому что должна быть культура приобретения каталогов и работы с каталогом, начиная от нового консультанта, как только он пришел в компанию. Если вы обратили внимание, что и Лиза, и Ирина, они сказали об установке. В моей команде так принято. Да, действительно, сегодня у нас два лидера, которые закрывают новые звания, они из города Санкт-Петербурга. Но это не имеет никакого значения. Вы можете быть из любого города, например, Республики Карелия, вы можете быть из любого города Новгородской области, или Пскова, или Кировской области, или Нижегородской. Сколько бы у вас не было населения, я уверяю вас, что у вас огромное количество людей, которые никогда в жизни не видели каталог. Компания Reflame проводит срезы и исследования. То есть в среднем, не то, что клиенты, которые у вас есть, а консультанты, которые есть в вашем базе активных консультантов, они видят каталог от 5 до 7 раз в год. У нас каталогов, кто помнит, сколько у нас каталогов? Напишите, пожалуйста, цифру, чтобы она у нас просто была перед глазами. У нас 17 каталогов в год. Но даже наши консультанты, спасибо большое за поддержку, рада, что вы меня слышите, но даже наши консультанты далеко не каждый каталог видят эти каталоги. А если мы говорим о том, что у нас процент тех людей, которые размещают заказ от 150 баллов и выше, в разных филиалах по-разному, не буду говорить всю статистику, но это самая большая цифра в Санкт-Петербурге, это 4% от всей базы активных консультантов, у нас самый высокий средний балл. И всего лишь 4% от базы активных консультантов. Это те люди, которые активно показывают каталоги и продают. То есть остальные просто, они даже не всегда соседу на вытянутой руке показывают каталоги. Потому что по разным причинам так получилось, чтобы, может быть, культура была немножко потеряна, сменщены акценты и так далее. Поэтому переживать о том, что у кого-то там много каталогов, не стоит. Вы можете в любом населенном пункте, где есть остановка, то есть наверняка там, даже если автобус ходит только 5 раз в день или 3 раза в день, все равно есть определенное количество людей, этим людям каталог, есть, безусловно, мероприятие, где каждый день раздать 25 каталогов. Это очень важно. В среднем, опять-таки, по опросам лидеров, которые работают с каталогами, несмотря на то, что Ирина озвучила, что четко 25 каталогов раздали, два контакта получила. Но, опять-таки, я хочу обратить ваше внимание о том, что она также озвучила, что статистика работает на больших цифрах. Раздав тысячу каталогов старых, вы можете получить, уже вывести свою статистику. Причем раздав тысячу каталогов не за 10 лет, а за месяц своей работы. То есть это 3 недели еще, то есть максимум за месяц. То есть у вас должна быть, вы должны понимать, что есть определенная интенсивность. Если вы взяли 300 каталогов и раздаете их в 3 каталога, то результат может к вам так и не прийти. И это правда тоже. То есть не нужно тешить себя иллюзиями, что какая-то там, ну как бы должна быть определенная интенсивность. И опять-таки, возвращаясь, старые каталоги – это не фанацея, это возможность, чтобы люди ушли, увидели ассортимент, увидели, опять-таки, что им там интересно. Огромное количество людей в разной форме это проходит. И я думаю, что вот, напишите, пожалуйста, кто уже сталкивался, когда вы случайно встречали людей, говорили, что вы консультанты рефлеем, или там раздавали каталоги, они вот действительно говорили эту фразу, наконец-то я вас нашла. Потому что я сама, просто работая на стойке, просто когда был шаг к красоте, приходила, попостоять, посмотреть, как это проходит, и несколько раз я слышала эту фразу. Или подходят люди и говорят, я хочу туалетную воду и квас, у меня некому ее заказать. И это правда, вы должны понимать, что у нас абсолютно голый рынок, где бы вы ни жили. У нас на одного консультанта приходит в разных частях России, в любом случае, самое низкое, там, что-то, там, не знаю, около 120, и там и 500, и 600 жителей, да, то есть, и так далее. Помимо, это при условии, что у нас еще считается, вся база активных консультантов, она как бы вычитается, хотя мы знаем, не секрет, что у нас большая часть людей они приобретают для себя это нерегулярно, это уже от нас зависит, как мы рассказываем о каталогах, как мы об этом рассказываем. Поэтому еще раз обращаю внимание, у каждого консультанта должны быть, у каждого активного консультанта должны быть каталоги. Уже сколько каталогов зависит от того, на что человек ориентирован. Он ориентирован, на какой доход, да, вот Лиза озвучила, если вы помните, у них по компании, в команде принято, что компания «Эклэм» дает возможность дохода 20 тысяч рублей. И у них действительно много ребят получает этот доход. Ирина озвучила, что у нее делает 150 баллов, 250 баллов, и мы знаем, что там средний доход, там допустим, 8-9 тысяч, да, в продаж получается. Средний заказ. Да, ну, средний заказ, да, получается. Но в любом случае процентные уровни, еще премии, какие у нас получаются по премьер-клубу и так далее, да, в любом случае вы должны понимать, радио, что вам к вам движет. Еще раз обращаю внимание, что все правда, во что вы верите. Если вы будете выходить к людям и думать, что, ну, я не знаю, что они не хотят взять каталог, наверное, так и будет, потому что у вас на лице это написано. Но на лице просто написано, да, с перепуганным лицом каким-то определенным, и вот так вот, как Роберт Верхард, движешься, то есть, наверное, это не всегда получать. Опять-таки, все правда, во что вы верите. Если вы верите, что листовка информационная очень важна, тогда, соответственно, вы попробуйте несколько листовок, найдите свою листовку, да, но это действительно еще должно соответствовать тем принципам, которые у вас, все зависит от веры. Вот с этим я больше согласую, что действительно вера в то, что ты делаешь. Потому что в ходе того, что у девчонок даже, ну, этот, дождь перестает капать, да, и дождь выходит, и все остальное. Но самое главное, это четкая активность. Работают старые каталоги, но все-таки самые эффективные это новые каталоги. Да, действительно, когда все выискивают, спасибо, Татьяна, или очень важен внутренний настрой, это много всяких разных деталей. Но рано или поздно, в любом случае, делая ежедневную активность, вы получите результат. И здесь еще важно понимать, что в любом случае в вашей команде должны быть люди, которые активно, если они пришли потреблять продукцию, да, и они пришли, иногда я слышу фразы, вот просто, как в сервисном центре или висковом где-то, и они говорят, вы хотите приобретать продукцию Арифлейн бесплатно? И люди хорошо на это реагируют, но как можно продукцию Арифлейн бесплатно приобретать, да, если люди показали хотя бы 5 каталогов, собрали заказ, но на сумму заработка они могут бесплатно для себя получить заказ, да, они не относятся к этому в работе, но они получили там свой вискомп, свой доход, плюс программа лояльности у них есть, это тоже дополнительная продукция, ну, в общем-то, которая практически бесплатно компания предлагает, да, там, либо за 1 рубль, либо за 100 рублей дорогие продукты, которые они выбирают и так далее. Если человек ориентирован на доход, рассказывать ему, что продавать не нужно или не нужно работать с каталогом, это неправда, да, то есть, я просто сюда-туда поворачиваюсь, потому что девушки у меня тут с разных сторон сидят, и еще через стол девушки сидят, поэтому пытаюсь, наверное, тоже, как бы, к ним ссылаться. Обязательно нужно говорить, что нужно работать с каталогами, каталогов должно быть достаточно. Посчитайте просто, посмотрите, сколько у вас на структуру каталогов, еще раз обращаю внимание, на БАК, ориентировочно, это средняя цифра для успешного развития, да, в среднем, 100 человек, база активных консультантов, активных 100 человек, еще раз, потому что бывает разное, бывает и 150, 100 активных и так далее, должно быть 500 каталогов, текущих, ну, то есть, 500 каталогов, у вас у всех в инструкционных листах, внизу, я думаю, что вы все умеете это анализировать, у вас у всех стоит цифр, сколько у вас купленных каталогов. Работаете со старыми каталогами, замечательно, тысячу раз дайте, делайте потом выводы, тысячу ежедневно, да, и потом вы можете сделать какие-то выводы, как у вас работает, с какой интенсивностью, какая ваша статистика, безусловно, много вещей имеет значение, но в любом случае это работает. Если у вас по какой-то причине нет старых каталогов, я думаю, что если вы напишите филиал свой, что у меня есть план работы с старыми каталогами, я планирую с такими-то людьми выходить, в какие-то дни раздавать столько-то каталогов, я думаю, что филиалы посмотрят на те возможности, которые у них есть. Но единственное, конечно, не надо сильно большую ставку делать на это, что старые каталоги это очень понятие такое, сегодня они есть, а завтра их нет. Самое главное, чтобы в культуре, структуры была четкая структура работы с текущими каталогами, это тоже очень важно. Но если хотите работать со старыми, замечательно, сейчас они, к сожалению, есть. К сожалению, почему говорю, потому что в идеале не должно быть на складе старых каталогов, потому что все вы должны раздача, Лена, спасибо большое, да, и не просто, но золотые директора, Лена не пишет, какие директора, потому что это и золотой директор, и директор, да, благодаря раздаче каталогов в том числе. Это действительно правда, благодаря раздаче каталогов у нас действительно есть возможность сейчас зарабатывать деньги, строить структуры, идти по турборосту, получать мой автомобиль от Арифейн, мой дом от Арифейн. Статистика, это Юзель Люманова, да, но сразу хочу сказать, что у каждого из вас будет своя статистика. Главное обращать больше внимания на работу с каталогом. Сейчас я хочу передать слово Тинамаре Сивами, это АСМ из Санкт-Петербурга, которая скажет несколько слов о новой рекрутинговой компании. Наверняка вы уже знаете, если будут какие-то вопросы, пожалуйста, задавайте. Субтитры создавал DimaTorzok, Спасибо.